Всем привет! В эфире универновости, а в студии Елизавета Газизянова. Благодарностью президента Российской Академии Наук за весомый вклад в успешную работу Космической обсерватории «Спектр Рентгенгамма» отмечены двое представителей кафедры астрономии и космической геодезии Института физики Казанского федерального университета профессор Ильфан Бекмаев и профессор-консультант Наиль Сахибулин. Награждение состоялось в Институте космических исследований Российской Академии Наук во время торжественного заседания, посвященного пятилетию запуска Космической обсерватории «Спектр Рентгенгамма». В нем приняли участие президент Российской Академии Наук Академик Геннадий Красников, а также представители Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и ученые из академических институтов и вузов России, участвовавшие в создании обсерватории, обработке и анализе получаемых данных. Напомним, что Космическая обсерватория, запущенная Госкорпорацией «Роскосмос» в июле 2019 года, работает на расстоянии полутора миллионов километров от Земли, вблизи точки Лагранжа-Л2. Телескоп РТТ-150 также активно задействован в задаче навигационного обеспечения обсерватории «Спектр Рентгенгамма» с целью контроля ее положения на орбите вокруг точки Лагранжа-Л2. По словам ученых Казанского университета, освоение космоса – это одна из важнейших задач государства. Благодарность президента Российской Академии наук – это очередное подтверждение того факта, что астрономы Казанского университета играют важную роль в исследовании космического пространства. В рейтинге университетских стартап-студий за первые полугодия 2024 года, опубликованным Фондом инфраструктурных и образовательных программ, университетская стартап-студия Казанского федерального университета заняла первое место. Обо всем подробнее в сюжете нашего корреспондента. Университетская стартап-студия – это объединение Казанского федерального университета, публичного акционерного общества КАМАЗ и инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан. Данный тандем оказывает содействие в реализации инновационных проектов и стартапов в сфере инженерии и технологий. Так, для студентов предусмотрены лекции, семинары, мастер-классы, которые помогают ребятам погрузиться в тему бизнеса, предпринимательства и маркетинга. Сеть университетских стартап-студий была организована в нашей стране в 2022 году и стала одним из инструментов федерального проекта платформы университетского технологического предпринимательства Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Вся экосистема университета и платформа университетского технологического предпринимательства направлена на этот заключающий аккорд, заключательный этап, когда дети выигрывают конкурс, получают деньги на развитие своего бизнеса и создают стартапы. То есть стартап – это уже выход в реальный бизнес, тестирование бизнес-моделей, тестирование своих наработок, идей в области той или иной технологии, решения кого-то. В рейтинге университетских стартап-студий за первое полугодие 2024 года опубликованным фондом инфраструктурных и образовательных программ она занимает первое место. Как отмечает Дмитрий Пашин, нет ничего удивительного в том, что университетская стартап-студия признана лучшей в стране. В Казанском федеральном университете почти 6 лет активно занимаются развитием студенческого технологического предпринимательства. Также проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности Казанского университета отметил, что работа по созданию экосистемы и культуры технологического предпринимательства в КФУ началась в 2018 году. Именно тогда в образовательные программы ВУЗа был введен курс «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство». Казанский федеральный университет оказался наиболее подготовленный среди других университетов страны. И это не случайно, потому что движение в направлении студенческого технологического предпринимательства мы начали практически 6 лет назад. Мы никогда не сворачивались от того пути, добавляя и добавляя все новые мероприятия, направленные на совершенство этой деятельности. Но это законный и логичный результат. За 2024 год студенты университетской стартап-студии выиграли 111 грантов на реализацию своих проектов. Однако это не финальная цифра. Всего было отобрано порядка 134 проектов, которые в следующую волну также примут участие в конкурсе и поборются за грант в размере 1 миллиона рублей. Важно отметить, что участниками университетской стартап-студии являются студенты не только из Казанского федерального университета, но и из других вузов Казани и Республики Татарстан. Это уже пятая волна. Фактически это самое большое количество выигрышей за всю историю этого конкурса. И если брать сегодняшнее состояние, то это фактически мы в два раза увеличили количество выигранных стартапов в отношении к всем предыдущим потокам. Университетская стартап-студия, она работает на всю республику. И если брать процентные соотношения, то примерно 30%, ну чуть больше 30% это только проекты, которые реализовываются студентами нашего университета. Все остальное мы также, у нас есть проекты и из Энергоинститута, и из КАИ, и из КХТИ. То есть мы открыты, и в принципе сам проект был направлен на такую междисциплинарность, межуниверситетское взаимодействие. Отметим, что в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» в Казанском федеральном университете ежегодно проходят тренинги по развитию предпринимательских компетенций и реализуется акселерационная программа, в которой активное участие принимают специалисты университетской стартап-студии. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов. Универновости. История Казанского федерального университета всегда отличалась множеством известных и значимых личностей, творивших ее своими собственными трудами. Одним из них был Михаил Нужин, чьи заслуги до сих пор остаются в памяти не только сочин студентов, но и всей страны в целом. В Казанском университете одним из самых выдающихся ректоров был Михаил Нужин, руководивший вузом в течение четверти века с 1954 по 1979 год. Его вклад в развитие университета настолько велик, что этот период в истории вуза часто называют «эпоха Нужина». Михаил Нужин – участник Великой Отечественной войны, был награжден Орденом Красной Звезды и Орденом Отечественной войны Первой степени. Родился он 21 октября 1914 года в селе Острожское. Пройдя сложный жизненный путь и студентов в ректоры Казанского университета, он оставил незабываемый след в его истории. 26 февраля 1936 года Нужин был зачислен на третий курс Казанского университета, который окончил в 1938 году по специальности «Теория упругости». С сентября этого же года аспирант на кафедре механики. Нужина призвали в армию в декабре 1939 года, и его судьба связана с периодом Второй мировой войны. В 1941 году он был принят кандидатом в члены Всесоюзной коммунистической партии большевиков. В феврале 1942 его направили в Черниговское военное училище, эвакуированное в Иркутск. Училище спешно на ускоренных курсах готовило кадры командиров и политработников, и уже в мае Михаила выпустили из училища, присвоив офицерское звание политического руководителя. Он получил направление 831-й артиллерийский полк 279-й стрелковой дивизии. В составе этой дивизии воевал с июня 1942-го до победы. Вернувшись в Казань, Михаил Нужин восстановился в аспирантуре на кафедре механики, и после защиты докторской диссертации был избран заведующим вновь созданной кафедрой теоретической механики Казанского университета. 16 июня 1954 года начался новый этап в его профессиональной жизни. Его назначили ректором Казанского университета. В 2004 году недалеко от главного здания университета в сквере был установлен памятник Бюст Михаилу Нужину. В год 200-летия университета, которое так уж символически получилось, совпало и со столетием со дня рождения Нужина. К этому памятнику подходит небольшая улица Нужина. Ангелина Севастянова, Елизавета Газизянова, Александр Антонов, Универ Новости. Многие из вас наверняка знают, насколько важно пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы защитить кожу от ультрафиолетового излучения. Но немногие задумываются о влиянии солнца на наши глаза. В разгар летнего сезона солнцезащитные очки станут первой необходимостью. Эксперт университетской клиники расскажет, как правильно их подобрать. Проводить время под солнцем приятное и даже полезное дело. Ведь именно так мы получаем такой важный для нашего организма витамин группы D. Однако есть и другая сторона медали. Солнечные лучи состоят из различных видов излучения, включая видимые светлые, инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. Последние делятся на 4 типа А, Б, С и Ви. Все они могут проникать глубоко в кожу, вызывая преждевременное старение и рак, вызывать солнечные ожоги и повреждать клетки кожи и глаз. В случае С и Ви, их задерживает озоновый слой. Озоновый слой поглощает значительную часть ультрафиолетового излучения солнца, защищая при этом жизнь на поверхности Земли. Он также защищает от радиации. Но надо иметь в виду, что наш глаз, он тоже защищает воздействие от ультрафиолета. То есть лучи В, они поглощаются роговицей, а лучи А, ультрафиолетовые, они задерживаются хрусталиком. И только незначительная часть этих лучей доходит до сетчатки. Для защиты глаз от вредного ультрафиолетового излучения следует принимать определенные меры. Первое, что следует сделать, это, конечно же, приобрести качественные солнцезащитные очки с ультрафиолетовым защитным покрытием. Следует помнить, что солнечные лучи имеют свойство отражаться от поверхностей песка, почвы, асфальта, воды и снега. Поэтому желательно выбирать очки, плотно прилегающие к лицу и имеющие широкие заушники. Также рекомендуются широкополые головные уборы. Такие, как шляпы или кепки с козырьком. Ограничить время пребывания на солнце в период пика ультрафиолетового излучения. Обычно с 10 утра до 4 вечера. И, конечно, не смотреть на солнце непосредственно без защиты. Ультрафиолетовое излучение оказывает негативное влияние на глаза, что может повлиять на развитие таких заболеваний, как катаракта, макулодистрофия, фотокератит, может быть воспаление роговицы. Также может быть солнечная ретинопатия, поражение сетчатки. Может быть, если длительно ультрафиолет оказывает воздействие на глаза, может быть развитие злокачественных новообразований кожи. И может быть развитие террегиума, нарастание конъюнктивы на роговицу. При выборе очков обязательно обращайте внимание на их качество. Наличие ультрафиолетовой защиты и надежность производителя. Этот принцип распространяется как на взрослые, так и на детские солнцезащитные очки. Их лучше покупать в специализированных, лицензированных оптиках. Так они могут гарантировать качество своего товара. И предоставить все необходимые сертификаты о том, что их очки действительно имеют защиту от ультрафиолета. И даже предоставить информацию о проценте защиты от этих лучей. Люди, которые уже носят корректирующее зрение очки, также могут приобрести солнцезащитные очки с нужными диоптриями. Есть очки солнцезащитные, но без ультрафиолетовой защиты. То есть они довольно-таки опасны для голоса. Потому что если мы носим эти очки солнцезащитные без ультрафиолетовой защиты, то в темноте у нас расширяются зрачки. И получается, что излучение ультрафиолетовое проникает больше через зрачок и неблагоприятно воздействует на хрусталик и сетчатку глаза. Поэтому рекомендуется все же приобретать очки с ультрафиолетовой защитой в специализированных клиниках. Патогенное воздействие ультрафиолетового излучения имеет накопительный характер. Постепенно сказываясь на здоровье глаз. Развитие глазных заболеваний начинается, когда накопилась определенная доза. Кроме того, пребывая на солнце продолжительное время и не защищая глаза от его воздействия, можно получить ожог роговицы, который сопровождается неприятными симптомами. Покраснение глаз, ощущение инородного тела в глазу, слезотечение и светобоязнь. Иначе такое состояние называется снежной слепотой и длиться оно может в течение двух суток. В случае получения ожога рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и назначения лечения. Воздействие ультрафиолетового может вызвать ожог. И человек может чувствовать этот ожог, как правило, от 3 часов до 12 часов. Может чувствовать ожог в виде покраснения глаза, слезотечения, чувство инородного тела, светобоязнь. Болезненность глаз. Поэтому рекомендуется, во-первых, можно сделать компрессор прохладный, использовать обезболивающие препараты и противовоспалительные препараты. Как показывает статистика, чаще всего различными заболеваниями глаз страдают жители сельской местности, так как они гораздо больше времени проводят на открытом солнце. Однако риск существует и для горожан. В современном мире к макулодистрофии может привести не только воздействие ультрафиолета, но также излучение от компьютерных мониторов и телевизионных экранов. Все эти факторы влияют на наше зрение. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Резида Каримова, Универ Новости. Резида Каримова, Резида Каримова, Универ Новости.